Управление собственной безопасности это структура МВД, в простонародье ее называют УСБ. В идеале данная организация следит за законностью деятельности сотрудников полиции. Но по моему личному мнению, данная организация напоминает мне некий фильтр, куда собираются заявления, жалобы и делает все, чтобы не принимать никаких мер в отношении своих коллег. Почему я так думаю? Разбираемся в этом видео. Поехали! Для начала расскажу вам, как моя судьба связала с Управлением собственной безопасности. Все вы помните, что мои персональные данные были распространены среди третьих лиц. Об этом даже был у нас специальный выпуск. Получается, за несколько дней или за несколько даже месяцев до совершения на меня нападения, а также несколько позже этого инцидента, меня начали никто, даже несколько людей, работающих в полиции, в разных подразделениях пробивать по базам МВД. По данному факту мы обратились в антикоррупционную службу. Те, в свою очередь, нам отфутболили данный материал и написали, что В своем заявлении вы ходатайствуйте о привлечении к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые незаконно собирали ваши данные, данные ваших родственников с последующей передачей другим лицам. По изложенным в обращении фактам МВД РК провело служебное расследование, где установлено 14 фактов незаконной проверки в четырех территориальных подразделениях МВД. При этом в соответствии с положением о департаменте собственной безопасности к одной из функций ДСБ относится организация работы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых сотрудниками, а также преступлений, совершаемых в отношении сотрудников ОВД. Иными словами, антикоррупционная служба, вместо того, чтобы проводить проверку, отфутболивает мое заявление обратно в структуру МВД под мотивом того, что это преступление совершено сотрудниками полиции, так вот пусть и полиция с ними и разбирается. Там-то точно ворон ворону глаз не выклюнет. Проходит довольно продолжительное время, мое заявление уже рассмотрели, но с результатом меня, естественно, не ознакомили. Это я смог добиться, только инициируя собственные запросы через прокуратуру. И только тогда меня ознакомили с заключением. Однако, друзья, заключение служебного расследования я сразу не получил. Мне пришлось обжаловать действия сотрудников Управления собственной безопасности, чтобы вот это заключение получить на руки. И знаете, друзья, вот не хотел я снимать обзор на эту тему. Но, как говорится, запретный плод сладок, видимо, здесь есть какая-то тайна. Поэтому сегодня, сейчас мы с вами вместе пробежимся по этому заключению, а в конце уже решим, насколько оно адекватное и насколько оно соответствует закону. Итак, друзья, перед вами заключение служебного расследования. Как вы успели заметить, наверное, в нем отсутствие дата. То есть, непонятно где, непонятно когда было составлено данное заключение, а также отсутствие дата, когда оно было утверждено. Но, лично по моему мнению, вот эта вот подпись полковника полиции Шарибаева, она выполнена немножко некорректно. Ну, как бы так обычно расписываются пятиклассники. Но целый полковник полиции, чтобы ставил такую маленькую и кривую подпись, ну, вызывает какое-то мое личное негодование. Дальше. Инспектор ИЛС. ИЛС означает инспекция личного состава. Капитан полиции Оразбаев, рассмотрев материал служебного расследования, установил. Но на тот момент, друзья, было уже известно номер КУИ, так как данный материал и мое заявление было зарегистрировано в книге учета информации. Но в данном случае он не ссылается на этот материал, а указывает на наличие какого-то материала служебного расследования. Итак, дальше. О чем это все? 3 августа 2019 года в УСБ ДП города Нур-Султан поступило заявление гражданина Смогулова, гражданина Рахим Галиева о неправомерных проверках их персональных данных, также их родственниках по базам ИБД МВД РК. Данный факт зарегистрирован в КУИ УСБ ДП города Нур-Султан за номером 1850 в конце от 3 августа 2019 года. Ну вот, собственно, то, о чем я и говорил. То есть, это материал, который зарегистрирован был в КУИ. Дальше. Так, в период с января 2019 года по настоящее время проверялся по учетам поисковой системе веб-интерфейс МВД РК. Гражданин Смогулов 8 раз. Из них сотрудниками департамента Карагандинской области 1 факт. Департамента полиции Алматинской области 7 фактов. Департамент полиции Гордон Нур-Султан 6 фактов. Вот хотел бы здесь вот обратить внимание, это вот такие страшные цифры, которые указывают, что гражданин Смогулов неоднократно и почти систематически проверялся сотрудниками полиции. Причем, разные территориальные подразделения. Департамент полиции Алматинской области находится в городе Алматы. Естественно, какое они имеют отношение к гражданину Смогулову? Никакого. У гражданина Смогуловы в Алматинской области нет ни гражданских, ни уголовных, ни административных дел. Почему они проверяли его целых 7 раз, остается для нас загадкой. Далее. Гражданин Рахим Галиев 14 раз. Из них сотрудниками департамента полиции Акмолинской области 3 факта. Департамента полиции Гордон Нур-Султан 11 фактов. То есть, друзья, по итогу, вот на тот момент все факты, изложенные в нашем заявлении, они подтвердились. И каждый факт должен был пройти тщательную проверку. Но что было организовано управление собственной безопасности ДП города Нур-Султан, мы сейчас можем вместе с вами наблюдать. Итак, опрошенный старший оперуполномоченный по ОВД особо важным делам управления криминальной полиции Департамента полиции Гордон Нур-Султан майор полиции Шахаров пояснил, что 20 апреля 2019 года с заявлением в полицию обратился Рахим Галиев по факту открытого хищения его имущества. Данное заявление было зарегистрировано по статье 191 часть 2 УК РК. В рамках данного уголовного дела им были проверены все лица, потерпевшие и подозреваемые по учетам ИБД МВД РК. Ну, наверное, все помнят, что прошлым годом было совершено нападение на меня, и в этот момент я обращался в полицию. Но я обращался не в департамент полиции города Нур-Султан, а в РОП УВД Алматинского района. То есть на тот момент я в департамент полиции не обращался, и какие могут быть у меня особо важные дела с управлением криминальной полицией, вообще непонятно. И также здесь назревает вопрос, для чего меня было проверять по базам МВД. Понимаю, если я пришел бы в полицию и сказал, знаете, у меня нет удостоверения личности, но я хочу написать заявление. Да, тогда, пожалуйста, сотрудник полиции удостоверяет мою личность, пробивает по базам, удостоверяется, что я Рахим Галиев, принимает заявление. Но в данном своем случае я-то пришел со своим удостоверением личности, зачем меня второй раз проверять по персональным данным. Поехали дальше. Опрошенный старший оперуполномоченный УКП ДП города Нур-Султан капитан полиции Ниезбеков дал аналогичное пояснение. Опрошенный капитан полиции Исмахан, опрошенный старший лейтенант полиции Бесенов, старший лейтенант полиции Калиев дали аналогичное пояснение. То есть на данный момент уже 5 сотрудников ДП города Нур-Султан дали какие-то аналогичные пояснения. Дальше. Опрошенный следователь СУ ДП города Нур-Султан капитан полиции Слямбеков пояснил, что в мае месяце в его производство поступил материал по заявлению Каспий Банка в отношении директора диктатуры закона. И в рамках данного уголовного дела им по базе МВД РК 21 мая 2019 года была проведена проверка. Полученные сведения были приобщены к материалам уголовного дела. Друзья, вот здесь у нас лежат 12 томов данного уголовного дела. Нет ни одной бумажки, которая свидетельствовала о том, что гражданин Слямбеков приобщил материалы из базы МВД в материал данного уголовного дела. Мы изучили каждую строчку, не то чтобы страницу, но данных сведений в материалах уголовного дела нет. Так куда же они делись? Огромный вопрос. Если их нет в уголовном деле, значит они находятся, наверное, в руках третьих лиц? Поехали дальше. Опрошенный главный криминалист ОКУ департамента полиции города Нуртултан майор полиции Мухтарбеков пояснил, что гражданина Смогулова он не знает. А также по каким обстоятельствам служебной деятельности он проверял вышеуказанного гражданина, не помнит. В связи с большим промежутком времени. Также поясняет, что им было с мая месяца 2019 года проверено более тысячи лиц. Доставленных на территориальные ОВД в связи с участием в несанкционированных митингах. Вот здесь вот такой вот большой нонсенс происходит. Каким образом Смогулов участвует в несанкционированных митингах и каким образом, интересно, он был доставлен в территориальные подразделения ОВД. Это такой некий, наверное, намек, что все, что происходит, мы быстро просто возьмем и спишем в несанкционированные митинги. Завтра, наверное, вы еще припишите, что вы, наверное, подозревали, что мы какие-то оппозиционеры. И поэтому нас можно проверять по персональным данным и наши сведения можно распространять тому, кто их запросит. Вообще вот после таких пояснений вот именно гражданину Мухтарбековым здесь он должен был уже давно лететь со своей работой. Потому что он говорит, что да, он Смогулов проверял, но он его не знает и он не помнит, каким образом он это делал. Но у сотрудника полиции есть свой ЭЦП-ключ. Он несет персональную ответственность за все свои действия, которые производит по служебной деятельности. Здесь он открыто говорит о том, что ему пофиг. Он допустил халатность, а он говорит, да мне пофиг, говорит, я вообще не помню ничего. Что хотите, то и делайте. Я вообще криминалист, и я вообще могу тысячи человек проверить, и мне за это вообще ничего не будет. Так где же здесь будет порядок, если сами правоохранители не охраняют наши права? Дальше опрош на старших криминалистов КУП района Алматы капитан полиции Нургожина пояснила, что информацию относительно гражданина Смогулова проверяла в связи с тем, что по базе ЦАДИС МВД РК было установлено совпадение с отиском его правой ладони со следом, изъятым с поверхности файла на столе по факту грабежа в отношении Рахим Галиева, имевшее место 20.04.19 года. Ну, здесь данные обстоятельства как бы под вопросом. По нашей информации, на момент осмотра места происшествия никаких пальцев изъято не было. Но здесь они утверждают, что все-таки какая-то ладонь была, и оно совпало со следом гражданина Смогулова. Ладно, условно допустим. Поехали дальше. Опрошенный инспектор ЦОУ ДП Гордон Нургожина старшина полиции Искакова пояснила, что заступила на суточное дежурство и согласно функциональным обязанностям проверяют по базе МВД всех заявителей, задержанных на правильное заполнение личных данных. Ну, здесь, наверное, тоже условно согласимся с этой проверкой, так как все-таки это база. Они вносят в базу сведения о совершенных преступлениях, и дабы чтобы не была допущена какая-то арифметическая ошибка в фамилиях, нужно это все проверять. Вот только по факту мы, наверное, это никогда не проверим. Поехали дальше. Опрошенный госавтоинспектор УРР УАП ДП Гордон Нургожина майор полиции Шахманов пояснил, что 21 июня 2019 года по услуге обмена водительского удостоверения в спецсон обратился к гражданину Смогулова. В связи с этим последний был проверен по криминальным базам и БДМ и ДРК. Действительно, гражданин Смогулов менял удостоверение личности. Здесь вопросов нет. Опрошенный оперуполномоченный УКП УП района Алматы майор полиции Бухарбаев пояснил, получил информацию о том, что избили Рахим Галиева, забрали личное имущество. В этой связи им была, наверное, осуществлена проверка по базе ИБД МВД РК. Ну, здесь, наверное, если все это происходило в рамках расследования того уголовного дела, то надеемся, что его действия были правомерными. Дальше. Опрошенный оперуполномоченный УКП УП района Алматы капитан полиции Ибрай пояснил, что по базе ИБД МВД РК осуществил проверку гражданина Смогулова, когда отрабатывал материал по заявлению. Все. По какому заявлению? По какому факту вообще непонятно? Что он здесь хотел сказать и что за факт он проверял? Опять же непонятно. По утверждению гражданина Смогулова он никуда не обращался. Что за материал проверял капитан Ибрай, нам остается огромной загадкой. Дальше. Опрошенный участковый инспектор полиции ОМП СУП района Алматы майор полиции Макимов дал аналогичное пояснение. Ну, друзья, здесь так интересно получается. Ведущих юристов из компании «Диктатура закона» наверное, не проверял лишь только кинолог. Остальные все службы, начиная с управления криминальной полицией, управления криминальной полицией по особо важным делам, следственное управление, отдел полиции Алматинского района, участковый инспектор полиции Алматинского района, отдел местной полицейской службы, управления полицией района Алматы, криминалисты ОКУС, ОКО, То есть, получается, все службы, которые есть в структурах МВД, все они по нескольку раз проверяли нас по базам МВД и вытаскивали на нас персональные данные. Теперь самое интересное, друзья, исходя из заключения служебного расследования, Смогулова проверили 6 раз в департаменте полиции города Нур-Султан, меня проверили 11 раз. Итого, на данный момент они имели 17 фактов проверок по персональным данным. Но в данном заключении почему-то отражается всего 13 перепроверок, то есть опросили только 13 сотрудников полиции, а где остальные 4? Почему количество не указывается? Может быть, как раз-таки вот эти 4 недостающих сотрудников полиции продали мои персональные данные третьим лицам? Может быть, они и являются тем корнем зла, из-за которого все это происходит. Почему в этой части Управление собственной безопасности не перепроверяет? Вообще, мне было всегда интересно, каким образом работает Управление собственной безопасности, кто их контролирует, как они организовывают свою работу. И самое интересное, что данное заключение невозможно оспорить, его невозможно перепроверить и написать жалобу в прокуратуру. Служебное расследование – это вещь, которая находится в кухне, в стенах МВД и касается только сотрудников полиции. Но когда я запрашивал данное заключение, представитель из МВД говорила, что это материал ДСПшный. Но мы вместе с судьей смотрели и разбирались, и не могли найти, где здесь отметка ДСП, где здесь какие-то сведения, которые являются секретными, и что они действительно созданы для служебного пользования. Этого, к сожалению, в суд предоставлено не было. Тем не менее, Управление собственной безопасности пишет, что в действиях Республики Казахстан о персональных данных, так как проверка паспортных данных осуществлялась по служебной необходимости. На основании изложенного служебное расследование считать оконченным факты, не подтвердившимися. Вот такое вот заключение было состряпано Управлением собственной безопасности столичного департамента полиции. Тем не менее, касательно других проверок, совершенных в других территориальных подразделениях департамента полиции, мне пришли ответы. В общем, департамент полиции Карагандинской области сообщает, что Управлением собственной безопасности департамента Карагандинской области по вашему заявлению в отношении сотрудников ОВД области назначено служебное расследование, а результатов которого вам будет сообщено дополнительно. Вот такой вот ответ пришел мне на портал электронного правительства, при этом нет ни исходящего, ни какой-либо подписи, ни какой-либо печати, а вот просто такая, вы знаете, отписка на вот, как бы смотри и, короче, и жди. Но прошло уже, наверное, больше полгода, никакого ответа мне представлено не было. Департамент полиции, наверное, там уже забыл про меня и вообще, наверное, даже никакой проверки и не проводил. Дальше поступает мне очень интересный ответ с департамента полиции Алматинской области. Они в своем официальном ответе пишут, что 22 января 2020 года поступил ответ из ДИС МВД Республики Казахстан, исходящий указывают, и указывают, что в отношении вас и гражданина Смогулова Кайрата Бурамбаевича по базе МВД РК сотрудниками полиции департамента полиции Алматинской области проверки не проводились. Вот такой вот ответ поступил с департамента полиции Алматинской области. То есть здесь какое-то уже противоречие. Непонятно вообще, почему они так отвечают. Ребята, вы, конечно, не обижайтесь, но вы, наверное, вспомните, что вы с одной организацией. МВД для столичного департамента пишет, что проверки осуществлялись. 7 фактов по департаменту полиции Алматинской области. Вот оно, заключение. А на запрос департамента полиции Алматинской области МВД отвечает, что никаких проверок не осуществлялось. То есть остается только провести очную ставку и зафиксировать эти противоречия. Так получается. Но это же смешно. Так же не должно быть. Это одно целое подразделение. МВД РК, структура, правоохранка. Неужели нельзя здесь эти все моменты согласовать? Почему вы мне даете разные ответы? То есть здесь они есть, там они нету. И, в общем, живите с этим. Или вы, наверное, надеялись, что данные материалы не попадут мне на стол. Так же тоже нельзя. Поэтому здесь две причины для моего личного беспокойства. Это с математикой здесь проблемы. Вместо 17 проверок вы провели всего 13. И второе – это противоречия. То есть когда вы даете разные ответы. И с этим ничего не поделаешь. Это только нужно фиксировать. И просто обнажать эти проблемы. Чтобы в следующий раз таких фактов хотя бы было меньше. Поэтому, друзья, вот такой вот был выпуск. Это, что называется, фиаско для управления собственной безопасностью. Следующий выпуск мы планируем произвести на следующей неделе. Фиаско будет касаться одного из полудурка из Бурабайского района. Там он тоже натворил. Просто нет слов. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх, чтобы продвигать это видео. Не прощаемся. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok